26 февраля в доме 12-9 по улице Предзаводской рухнул потолок. Но пал он на кухню, где ежедневно ходят люди. Жертв, к счастью, нет. С момента инцидента прошло два дня. Дыра все еще на месте. Пока мы живем, все уже валится и рушится. Это произошло в субботу. Как говорится, обвалилось. Моя девочка, дочка прибежала, говорит, вот так и так, что делать. Я говорю, ну что делать, давай вызываем мы это самое. Ну, пришел представитель ЖЭКа, посмотрел, говорит, ну и что, говорит, это самое, это все до понедельника. И в субботу и в понедельник прибыли представители управляющей компании ЖЭКО «Строитель». Они обещали принять меры для устранения проблемы. В крыле живут пять семей, всего девять человек, один из которых ребенок. Остальные преимущественно пенсионеры. Это общежитие, где у каждого есть своя комната. И одна кухня, в которой опасно находиться. Жильцы рассказали, что у них рушится все, стены, потолок, крыша. Это неудивительно, дом 57-го года постройки. Никто из жильцов не помнит ни одного капитального ремонта. Вот в таком вот обед вываливаем. Вот тут течет, тут течет, тут пылит. Стены гнилые, вонючие, кругом. И даже тут было такое, эти маленькие крысята бегали тут. В 2018 году дом признали аварийным. В заключении экспертов сказано, что более 80% несущих конструкций изношены. Дом подлежит сносу к 2023 году. У жителей нет горячей воды. Рушится и протекает потолок практически в каждой квартире на втором этаже. Крыша выглядит как дуршлаг или звездное небо. Вот только ремонтировать ее, по словам управляющей компании, не будут. Износ крыши 90%. Что там может быть, кроме звездного неба при таком износе? В рамках текущего ремонта мы ее ремонтировали периодически. Продолжаем до сих пор ремонтировать. Каждый год меняется 10-15 листов шифера на каждом из этих домов. Но, естественно, поскольку сами стропила и прочее изношены, то он долго там, естественно, то есть это не кардинальная мера ремонта, так скажем. Дыру в потолке управляющая компания устранит в течение трех дней. О том, что потолок в любой момент и в любом месте может упасть, представители ЖКО строитель знают, но сделать с этим ничего не могут. Дом признан аварийным. В нем жить нельзя. Люди должны быть расселены. Полная замена, допустим, потолочного перекрытия – это как бы работа капитального характера. То есть это надо снимать кровь целиком и все это менять. Но, естественно, на этом доме это никто делать не будет, потому что он уже признан аварийным, ждет расселения. Вот только расселять дом будут не скоро. В программу переселения на 2019-2025 год дом 19-9 по улице Предзаводской не попадает. Нажить в нем после признания жилье аварийным нельзя. Правда, в администрации города уточнили, что любой житель дома может обратиться за предоставлением маневренного фонда. В настоящий момент ни одного обращения от жильцов нет. Причина простая. Как рассказали сами жители, о том, что им положено маневренное жилье, они и не знали. Им никто не рассказал. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.